Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и NetEase выпустила наконец-то в некоторых, к сожалению, регионах свою мобильную Warzone под названием Bloodstrike, и мы сегодня на неё посмотрим, и я вам расскажу, почему эта королевская битва имеет шанс стать более популярной, чем Warzone Mobile. Что ж, давайте посмотрим в первую очередь, конечно же, на меню, на то, что здесь у нас появилось. Сразу же отправлюсь в настройки, покажу все установки, которые я поставил. Тут у нас Ultra FPS, высокая чёткость разрешения, графика тоже высокий, аудио, вот можно музыку на самом деле чуть-чуть убавить, но я думаю, она без авторских прав, поэтому проблем никаких не возникнет. Конечно же, у нас есть рейтинговый бой, где мы можем получить вот такого, видимо, чувака, можно пролистать дальше и вообще все награды, посмотреть за этот сезон. Скачивал я её с филиппинского аккаунта, если вы до сих пор не в курсе, как вообще скачивать игры, недоступные вашей стране, как создать такой аккаунт для Android, либо iPhone, то у меня есть два таких гайда о том, как это делается, и потом все эти игры легко скачиваются. Что ж, здесь, конечно же, у нас есть Squad Ranked, опять же, я что-то хоть забрал? Нет, вообще ничего не забрал, потому что я в бронзе на днище нахожусь. Далее, конечно же, в самом начале у нас всегда должен быть какой-нибудь Battle Pass, и он здесь имеется, причём тут есть вон как стволы, так и, естественно, персонажи, но, скорее всего, это не совсем персонаж, а скорее скин для персонажа. Конечно же, у нас тут есть миссии, здесь вместо того, чтобы принять, написано претензия, так скажем, высказать свою претензию. Короче, без боевого пропуска ни одна королевская битва уже не обходится, отправимся в магазин. Здесь, конечно же, различные скинчики для ножей, для стволов и прочее дерьмо, на которое я никому не рекомендую тратить свои кровные, да и вы не сможете, потому что игруха недоступна в России, и задонатить в неё вряд ли получится, разве что через какие-то сторонние сервисы. Конечно же, куча всяких активностей, где мы сможем и бесплатные обложки для наших стволов получить. Так, это за вход у нас, давайте заберём. Конечно, в конце будет вот такой вот вектор у нас, вектор кордона называется. Ладно, так, это что сейчас произошло? Почему у меня пропали текстуры? Игруха, кстати, насколько я знаю, не в бетке находится, а уже прям релизнулась, но, опять же, не везде. Вот у нас есть какие-то задания, я вроде как хочу нажать, но он мне не позволяет это сделать. Имеется и холодное оружие у нас здесь. Далее, внизу склад. Мы здесь можем, конечно же, применять различные камуфляжи. Давайте вот снайперскую винтовку выберем, и здесь я вот уже могу применить вот этот прекрасный камуфляж, который немного отдаёт скином азимов, по-моему, из контры. Так, используйте гача ваучер, давайте используем, посмотрим, что у меня здесь выпадет. Да, лутбоксы, увы, здесь тоже есть. Надо удерживать палец, и тогда откроется, и вот как раз нам к снайперской винтовке, как я понял, и вылетел скинчик. Что же у нас тут по режимам? Королевская битва, рейтинг, сквад, файт, ранкет. Далее, бой отряда, королевская битва, диапазон. Это просто обучение, по сути, или стрелковый тир. Далее, горячая зона, случайная карта. Но давайте я, наверное, отправлюсь, может быть, в одну харю, в рейтинг, в королевскую битву. Но можно отправиться и отрядом, чтобы у меня был шанс хотя бы на восстановление. Ну, а я, чувак, рисковый. Давайте также посмотрим на легенды. Да, они здесь называются легендами. И вот в данном случае есть Кракен, Вортекс и пассивный навык Скайтон. Мы можем, то есть, удерживать, скорее всего, да? Выпускает ментальный импульс, который нарушает зрение врагов. А также что-то у нас тут и не совсем расшифровано. Вот, например, здесь есть расшифровка, а здесь... Киллс Асссума и так далее. Самый, наверное, популярный это Итан, вот этот персонаж. Пока, к сожалению, нету у них 3D-моделек здесь. Странно, почему не добавили. Может, надо на плюс нажать? Так, стоп, здесь вы ее можете разблокировать там-то, а этого разблокировать... Во, его можно, по сути, приобрести либо за 8000 обычной валюты, либо за золото, которое покупается только лишь за донат. Далее, здесь у нас ID, конечно же, нашего аккаунта располагается. Персонаж, которым вы играете. Ну, мне, честно говоря, вот этот вот Итан вполне нравится. Давайте, короче, отправимся уже в долину. Выберу я рейтинговый матч. И сейчас вы увидите, почему же эта игра может оказаться более популярной, чем Warzone Mobile. Итак, нам предлагают выбрать как раз-таки персонажа. Ну, давайте я в этот раз возьму Кракена, посмотрим на него. Так, экипировка. Собирайте деньги на поле боя и вызывайте воздушные грузы. То есть это то же самое, что и в том же PUBG New State, который просто New State Mobile стал. Далее, конечно же, собирайте лут и перерождение. Возвращайтесь на поле боя, пока товарищ по команде остается в живых до окончания схватки, так скажем. Но в данном случае я выбрал как бы соло, поэтому мы не будем возрождаться только в командном бою. Что, кстати, выгодно брать именно командный бой. Итак, смотрим, чем она же так хороша. Почему она все-таки будет популярнее Warzone? Дело в том, что если вы посмотрите на окружение, на графику, она не супер выдающаяся какая-то. Но при этом я бы не назвал ее какой-то прям убогой, старой и несовременной. Она мне напоминает уровень Call of Duty Mobile, только не на максимальной графике. Что ж, давайте мы отправимся. И да, вид у нас здесь от первого лица, как в Warzone. И видите, прям все надписи точно так же, как в Warzone, но они четче. И я уверен, что игруха будет значительно лучше себя самочувствовать на каких-то слабых устройствах. Надо, кстати, проверить это и установить ее на мой аппарат. Вот у меня есть HotWave Note 12. И у него довольно-таки такой слабый чип стоит, но очень интересный. Как вы видите, у нас в самом начале предоставляется пистолет. Так же мы очень быстро перемещаемся. И видите, очень бег напоминает тот, что есть в Warzone Mobile. Также, конечно же, у нас всякая броня имеется. Очень быстро соображает. Вот если мы на пол посмотрим, видите, одни пиксели. То есть не все так, конечно, шикарно выглядит. Но, скорее всего, это из-за того, что разработчики все-таки хотят, чтобы на большинстве устройств игруха поддерживалась. Так, давай здесь тоже добро возьмем. Я, честно говоря, наверное, снайперку... Нет, давайте оставим. Вдруг я все-таки кого-то завалю. Очень быстро у нас перемещение. Но, к сожалению, я вот не помню, чтобы здесь были у нас какие-то двери. И вот это вот вышибание дверей, чтобы было. Вот так мы, короче, можем на всяких тросах перемещаться. Бабло собирать очень активно. И еще, кстати, напоминает чем-то Apex Legends. Так, это бабло у нас. Что здесь у нас имеется? Еще один ящик, который мы сейчас разберем. Бодрая игруха. Я думаю, что на среднем бюджете вообще она будет в максималке. И все 60 кадров очень себя хорошо самочувствует. Своего рода, знаете, хочется еще ее сравнить с Free Fire. Но здесь есть хотя бы нормальный и более живой прицел, в отличие от Free Fire. Там все, конечно, очень по-детски выглядит. Но и требования у нее невысокие. Так, вот я вижу, у нас там движня где-то происходит. Сейчас мы... Чуваки, вы здесь? В запуске ракеты, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Я не разбился. Так, у нас зона сузается. Я оставлю этот стволец. Давайте будем просто прокачиваться. Блин, вот хочется на самом деле эту снайперку поменять. Но она может быть очень полезной. Где-нибудь в конце битвы. Чтобы снять какого-нибудь говнюка, который спрятался. Слушайте, я хорошо упал. Видите, у нас, короче, здесь не открываются так эпично двери, как в той же колде. А вот у нас, кстати, и магазинчик, в который мы можем приобрести. Например, у меня 7000. Давайте вот этот вот калаш возьмем. Опачки. Нормально. Можно, конечно же, ингаляторы всякие, напокупать патроны. Но патрончиков у меня сразу дофига. И тем самым у меня эпические стволы. Так, я, кстати, недалеко от зоны, так что не все так плохо, как я думал. Пишите обязательно в комментах, как вам данная игруха. И, кстати, как вам Warzone Mobile? Кто еще запускает ее и кто играет? В чем проблема Warzone Mobile? Дело в том, что там такая же всратая мыльная графика. О! Ты че приперся, блин? Отлично. Развален. Почему я на Мисквад? Это же не Сквад был, нифига. Так, а как мне отсюда выбраться? Где-то здесь должен быть... Вот, трос. Сейчас, подожди. Перезаряжаемся. И давай. Прикольный, кстати, персонаж. Надо его попробовать. Опа! Воу-воу-воу! Пошел в баню. Видели, как он меня развалил? Всю броню сразу снял. Это, может быть, реальный игрок. Так, я вижу аэрдроп. Да, это по-любому игрок. Ух ты, жопа, ну выгод, давай. Лечимся, лечимся, чувак. Это реально игрок. Так, пошел в баню. Убегаем, заматываем себя, заматываем. Так. Вот для чего мы будем использовать нашу великую снайперку. Короче, пошел он в баню. Не хочу я с ним связываться. Одного-то бота мы развалили. Так вот, по поводу Warzone Mobile. Дело в том, что это прекрасно. Warzone Mobile очень требовательный. Даже на том же iPhone 13 Pro Max она очень сильно проседает. Что еще, кстати, прикольно. Вот мы на какую-то большую такую площадку забрались. Сейчас, смотрите. Вот. Оп. Раскрыли парашютик и полетели. Огонь. Просто переносной парашют, который автоматически быстро складывается. И да, есть у нас здесь еще автомобили. Так. Куда-то чувак туда уехал, да? А, он, наверное, за аэрдропом. Тварина, а? Ну и ладно. Ну и фиг с тобой. Давайте перезарядимся. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Эх ты, тварина, а! Развалил. Ну это был игрок. Очень бодрая катка вышла. Итак, смотрим повтор. Хорош, хорош. Видите, как быстро здесь катки? И здоровья не так уж и много. Так. О, нифига себе, я возродился. Я живой! Так. База Аэрфорс. Давайте, может, туда отправимся. В этот раз посетим пустыню. Здесь вон истребители всякие стоят. И надеюсь, здесь никого из игроков нету. Класс. То есть мы не сразу прям погибаем. У нас есть шанс на возрождение. Ух ты, какая здесь мясорубка-то идет. Так, вот эти фигни тоже собираем. Эвоэнергия. Кстати, я бы Вектор, наверное, взял. Так, на всякий пожарный. О, я вижу тачку. Давайте прокатимся на тачке и я вам покажу всратую механику вождения автомобиля. Авто здесь, конечно, очень квадратно выглядит, но все-таки получше, чем в том же, например, Free Fire. Звучит он тоже так себе. Я бы ему и каких-то высоких регалий не дал. Колеса квадратные, диски. Просто картинка наклеена на само колесо. Так, отлично. Короче, едем куда-то. И я еще пока жив. Посмотрим, какое место я займу здесь. И вот, кстати, помимо вот этого Хаммера, я больше автомобилей-то тут и не видел. Базовая зона уменьшается. Это все понятно. Здесь есть, кстати... Вот попробуем, давайте. Может быть, кого-то развалим. И да, я немножечко, как вы уже заметили, расширил вид. О! Есть! Но он меня так неплохо это помял. Давай, юзай, юзай. Сейчас было прям столкновение такое хорошее. Так, у нас где-то здесь должен быть... Где-то здесь вот, наверное, да? Нет, это обычный. Во, давайте посмотрим, как дверь откроется. Ну, кстати, так же, да. Очень... Неплохо. Но дверей, на самом деле, этих очень что-то мало, блин. Так, давай, собирай. Где, где? Где самый крутой этот? Код миссии. Так, ты сможешь туда залезть? Эть, эть. Нет, не сможет. Так, может быть, тут где-то есть? Подъем-то, а? Скорее всего, прям на крыше этот находится. Так, а мы, может быть, откуда-то сможем упасть, чтобы... Посмотреть. Давай, чувак. Ты забирайся. Ах ты, тварина. Давай, переключаемся. Давай-давай, мужик. Ё-моё, вот это было сейчас жестко. Но это, скорее всего, был ботяцкий, потому что он что-то очень медленно реагировал. Ух ты. Тварина. Второй раз убили уже. Как он где, откуда сзади меня. О, да. Вообще, я не успел, короче, просто забежать. Шикарно, шикарно, но мы снова возрождаемся. Сколько возрождений-то здесь? До каких пор? Так, не-не-не-не-не, туда не надо нам спускаться. Там меня завалили, вау. У нас еще, кстати, здесь и меняется, я смотрю, погода. Что очень круто. Сейчас меня тот чувак-то и завалит, наверное. Давай-давай. Оп-оп-оп. Эх ты, тварина, блин. Ну, слушайте, реакция здесь однозначно нужна. Довольно-таки динамичная игруха. Нормально, нормально. 14-е место из 100 не сильно всрал, но если бы не возрождение, то игра бы закончилась значительно быстрее. Короче, бодро. Я думаю, что со временем и скинчики в этой игре начнут появляться, и прочая лабуда, которую мы так любим. Своё же мнение по игре пишите обязательно в комментариях. А у меня на этом всё. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями, и, конечно же, не забывайте бить в колокол, дабы не пропустить свежие ролики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok